Субтитры делал DimaTorzok Мамочка, поехали ко мне, а? Посмотрим, какой ремонт я сделал. Бабушка была бы жива вообще, хату бы свою не узнала. Тёмночка, я не могу. У меня завтра экзамен. Я всю неделю маму подменяла, не успела подготовиться. А может, ты к нам зайдёшь? Мама себя неплохо чувствует, даже пирогов напекла. Да нет, я не буду тебя отвлекать и себя задурить. Слезай меня ещё раз, а? Ну, хватит. А то мама увидит. Хорошо. Ладно, ладно, я потерплю. Мне даже, кстати, немножко нравится, что ты такая недодрога. Я сдам взаимина и покажу, какая недодрога. Пожениться можем зимой. Вот прямо первого января. Да ты что? Да. Катюш, это ты? Да, мам. Здрасте. Ладно, я пошла. На завтра. Пока. 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 Пожалуйста, доченька. Что там на работе-то? Да все в порядке. Все о тебе спрашивают. Беспокоятся. Да что со мной сделается-то? Понедельник уж на работу. Дашки вот до сих пор нету. Я думала, это она там за воротами позвала, а это ты вернулась. А обо мне ты, значит, не беспокоишься. У тебя, слава Богу, голова на плечах есть и совесть. А это вертихвостка. Вот где она сейчас? Значит так, Дашка, ты на шухере. Косой ты за рулем. Диман, держи, Пугача. Ну что, готовы? Прихвати блок сигареты по рвотке, да? Кирюх, может не надо? Ну а вдруг он вас узнает? Да нет, этот баран месяц назад с гор спустился, оттуда он нас знает. Слушай, Зай, ну ты либо с нами, либо сама знаешь. Мы тебе во все посвятили. Так что думай. Либо ты в деле, либо ты не нужен свидетель. Да, я в деле. Ну вот, отлично. Мне тоже бабки нужны. Погнали. Погнали. Все Credits Мишка, вставай! Вставай, Соня! Мишка, вставай! Вставай, Соня! Что это у тебя? Даша! Покажи! Да что ты кричишь? Что случилось? Все нормально. С Кириллом катались, съехали в кювет. Дай посмотри. Кювет съехали. Господи. Подожди, устань. Дай я посмотрю. Больно? Давай я тебе хоть чем-нибудь намажу. Давай. Что пьяный был твой Кирилл? А что я спрашиваю? Наверняка пьяный. Что вы все к нему привязались, а? Иди сюда. Держалась бы ты подальше с этого Кирилла, связалась с каким-то бандитом. Хотя бы не со жлобом. В отличие от твоего Темочки. Так, не трогаем его, Тему. Понятно? Угу. Он, между прочим, о нашем будущем заботится. Да? А что он тебе на день рождения подарил? Духи и букет цветов. И что? Букет цветов и духи, да? Маленький. Такой маленький флакончик духов и жалкий букетик цветов. Наверное, в огороде у соседей надрал. Ватку держи. Держу. Ватку. Выйдешь замуж за своего Артема, будешь у него на лифчике в декрете кленчить. И мне еду. Катя. Ну, язва ты Дашка, а? Вот тебе, ответочка. Тебе, понятно? Ау, мне больно вообще. Чувак, я опаздываю. Все, я побежала. Пока. Пока. Больно? Чего за свадьбу заживет? Свадьба, конечно. Катюшенька, садись, салатушки горяченькие. Мам, потом я же хочешь опаздываю. Ну, с Богом, с Богом, доченька. Так. Ну, где тебя до трех часов ночи носило? А что это у тебя с лицом? Скоти так, сюсь, и пусть, а мне допрос с пристрастием сразу, да? Ну, вот я тебе сейчас… Я тебе сейчас покажу допрос. Если это Кирилл, у меня нет дома. Алло. Это ее мама. А что случилось? А мы ничего не знаем. Что? Повестку ждать? Да, да, я поняла. Кирилл твой, бандит этот, со своими дружками пытался ограбить магазин. Ну, ведь говорила же я тебе. Ну, ведь говорила же. Вот веришь, я с кем-то и связалась. А сейчас на тебя затаскают. Вот мне сказали, что тебя к следователю вызывать будут, хотя ты ничего и не знаешь. Слушай, это ты не знаешь, Таша, это не ты с ним вчера вечером. Говори, когда мать тебя спрашивает! Я не хотела, правда. Я его отговаривал, но он сказал, и лезь, ты не видишь. Мам! 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 Мам, ты чего, мам? Мам! Мам, что с тобой? Мам! 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 Тебе положи, что-то. Ран, Данечка, ушла. Еще к тебе жить и жить. Вон девчонок ты подняла, мы чем можем, поможем. Поддержим. Пусть земля тебе будет пухом. Пусть земля тебе будет пухом. Только не успела тебя познакомить с моей мамой. Да. Катя, слушай, ну что у меня сегодня? Или вообще знаешь что? Ну, переезжай ко мне насовсем. Просто, ну, дома тебе будет все об этом напоминать, а... Травр закончится, можем заявление подать. Я думаю, мама твоя этого хотела бы. Да. Я не могу сейчас Дашку одну оставить. Она винит себя смертью мамы и, к тому же, запугивает Кирилл с их дружками. Ей нельзя сейчас быть одной. Давай. Понятно. Может, не зря винит себя? В смысле? Ну как, она же маму до инфаркта довела. Да и с уголовником связываться ты ее уже никто не заставлял, правильно? Артем, замолчи, пожалуйста. Привет. Привет. Ты у следака была? Что говорила? Сказала, что с тобой гуляла. Только он мне не верит. Говорит, у них есть свидетель, который видел тебя. Слушай, что? Нет у них свидетель, я поняла? Нет. Иначе закрыли бы меня давно. Это все гон, чтоб тебя дуру запугать. А как они на тебя вышли? Да они всех, у кого приводы есть, трясут, как груши. Так что стой на своем. Посмотри, Дашка, мы все следимы с тобой, поняла? Я не слышу. Поняла. Ага. Привет. А че не забираешься-то, а? Да. Даша должна прийти от соседей, вот жду ее. Ага. Артем… Ясно, Катюш, подожди, я понимаю, сейчас не самый подходящий момент, но… Вот. Держи, держи. Але оп. Я хочу, чтоб ты стала моей женой. Свадьбу можем сыграть, когда скажешь, потом, позже. Но я хочу, чтоб ты знала, что я от своих слов не отступлюсь. Ты как? Согласна? Ты, наверное, голоден. Давай, я тебе приготовлю что-нибудь. Ну, подожди, подожди, ты присядь, присядь. Я ведь, на самом деле, от Дашки еще паду, да? Смотри. Что? В областном центре есть замечательная школа интернета. Катя, ты, кстати, сейчас зря хмуришься. Очень хорошая школа. С Дашкой там будут работать специалисты. Катюш, обучение абсолютно бесплатное. Я ей смогу ежемесячно отправлять на карманные расходы. Она уедет от влияния дурной компании, от угроз этих бандитов, от всех этих… Тем, ты ничего не понимаешь. Дашка не сможет там одна, она и там себе найдет неприятности. К тому же, кроме меня никого нет. Катя… Все, убери. Катя, Даша все время росла у мамы под юбкой. Поэтому она выросла из баловной. Вот поэтому все так происходит. Ты вообще ничего не знаешь ни обо мне, ни моей семье. И имеешь право мне указывать, что мне делать с Дашкой. Нет, я имею право. Я как будущий муж хочу, чтоб моя жена занималась воспитанием моих детей. Они великовозрастные дуры сестры. Батя! Пожалуйста, стройте меня! Чего там, Дашка? Ну, а что я тебе говорил, а? Катя, а я тебя предупреждал! Ты с ума сошла? Тебя посадят! Да., Даша! Ты же – тюй, тюй! Нет, Катя, заложил он тебе в руке сейчас. А, наш наш летний! А, ты, Гонок, ты, Гонок! Гонок, я сказала, Гонок! Гонок! А то, что, порубишь то? А ты правее! Ну, ладно. Живи! Парни, отбой! Я тебя достану еще, поняла? Катя, он и жил. Кстати, можешь? Катя, ты можешь, да? Катя, ты можешь? Пошли, да? Что это сволочь? Тихонечка. Помогайся, тихо. Тише, тише. Давай, давай, давай. Тихонечка. Кать, слушай, кровь у нее. Надо скорую вызвать. Менту, наверное. Все. Слышишь? Кать. Руки подними. Кать. Руки поднимаю. Ноги. Кать, а глохла, что ли? Говорю, ментов когда вызвать. Кать. Артем, иди домой. Тихонечка. 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 Ладно. Все нормально. Нормально все. Все. Нормально все. Нормально. Давай я лед принесу. Нормально все. На, продолжи. Твое голову не запрокидывай. Не запрокидывай. Что не из-за этого, что ты следователям рассказала, да? А я рассказала, да. Их пока не посадят. Они так от меня не отстанут. А я в тюрьму не хочу. Что, зря рассказала, да? Нашка. Это что, мы едем куда-то? Знаешь, звонила тетя Лиза и извиняла, что не смогла приехать на похороны. А весело помочь. Чем сможет. Вот, пусть помогает. Это что, в Москву едем? Даже ты не знаешь, где стараться узкий рюкзак? Привет, племяшки. Здрасьте, тетя Лиза. Здрасьте. Ну, вы что стоите как неродные? Проходите. Раздевайтесь, раздевайтесь. Как вы? Что нам сделать? Живем, крутимся. Раздевайтесь, а вещи потом отнесете к девочкам в комнату. Их нет сейчас, за границей учатся. Давайте, давайте. Леня. Угу. Поздай в чем. Угу. Ах, Анюта, Анюта. Такая молодая была. Надорвалась. Вот я тоже. Как белка в колесе. Все кручусь, верчусь. Думаю, что жизнь вечно будет продолжаться. Ну, ничего. Я вас в обиду не дам. Дашку мы в школу, рядом с домом пристроим. Ну, а тебя, Катерина, я к тебе в салон работать возьму. Спасибо. Аня, кажется, говорила, что ты в кулинарном учишься. Уже закончила. Ну, я согласна на любую работу. Ну, замечательно. Давай, доедай быстрее. Так, с тобой. А Леня! Ленька, дашку в Третьяковку или в Пушкинский отвезешь? Ладно. Вот. С дядей Ленькой пойдешь. Он тебе Москву покажет. Так, а вечером ужин приготовишь. Володиненьке все есть. Угу. Да? Все, уже бегу-бегу. Я тебя в машину ждала. Ужин. Прислушала? Угу. 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 Здравствуйте, красавица! Здравствуйте! Ну что, принимайте помощницы стажера. Знакомьтесь, моя племянница Катя. Здравствуйте! Здравствуйте! Значит так, Таня, научишь что и как. И не жалей, гоняй хвосты в гриву, несмотря что родственник. Саша, значит так, научишь вести записи по клиентам и принимать звонки. Что? Жаловались, что мало выходных. Вот, научите себя, помощницу. Будут вам выходные. Так, все, идем по субку, покажу тебе, что там. Научите помощницу, и я турну вас под зад коленом. Лена, не за этим она здесь. А зачем? Осведомлять Лизу о нашем поведении. А-а-а, еще лучше. Смотри, половину тюбика добавляешь, потом берешь, хорошенько все перемешиваешь. Наносишь на волос, как я тебе учила, на сорок минут под шарточку. Поняла? На, хорошенько мешает, на короткие волосы. Да, вечерние. Отлично. Тань, возьмешь покраску-укладку? А-а-а, ты знаешь, Катя возьмет. Я? Ты же у нас стажерка, так стажируйся. Проходите. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Сейчас. Какой цвет будет краситься? Давайте золотой. Спасибо. Спасибо. Не боишься, что она напортачит? Я уверена, что она напортачит. В смысле? В прямом смысле. Я специально ей все неправильно объяснила. А что ты думала? Я хочу, чтобы Елизавета быстрее поняла, что из ее племяшки никакого мастера не выйдет. Нет, а что я должна, извини, конкурентку своими руками что-то растить? Ага. Сейчас. А ты не подумала, что она тетушке на стучит на тебя, и тебя уволит быстрее еще? Посмотрим. Это что? Это что такое? Я не знаю. Я все по инструкции сделала. Да по какой инструкции? Все, что подбирают таких. У меня юбилей у брата сегодня. Как я туда такая пойду? А вам идет. На Мальвину похоже. На Мальвину? Спасибо. Простите, пожалуйста, я... Да я вас засушу тут вслед! Я вашу лавку быстро прикрою! Здравствуйте. Здрасте! Я хозяйка салона. Да? Я прошу принять наши глубокие извинения. Извинения? Да. Сейчас наш самый лучший мастер все исправит. Лучший мастер? А для вас подарок. Наш... Купон на пославленный нюкер. Спасибо! Извините еще раз. Ты что творишь? Тебя кто к клиенту подпустил? А? Я сама. Это была моя инициатива. Твоя инициатива? Кто красить тебя учил? Таня, я видела, что ты напутала. Да, я думала, что ты умнее. Значит так, чтобы близко никому не подходила. Твое дело девочкам помогать. Учиться, учиться, еще раз учиться. Поняла? Да. Слушай, Катя, ты, ты когда закончишь, дай меня знать, ладно? Я тебе еще раз все покажу. Пожениться можем зимой. Вот прям первого января. Роза, что ли? Меня нет. Куда это она? Да это тетка такая тяжелая. Вечно ей все не нравится. То это переделает, то то. Она три месяца у нас не была, мы уже надеялись, она уехала. Здравствуйте, Роза Салиховна. Добрый день, Сашенька. Сто лет у вас не было. Столько дел, тут неожиданно освободилось время. Вы посадите меня куда-нибудь на стрижку и укладку. Таня освободится через полчаса. Придется подождать. А что, свободных никого нет? Сейчас свободна только стажерка. Ну, я тороплюсь. Ну, что ж, доверюсь вашей стажерке. Проходите. Сашенька, мне как всегда зеленый чай. Начнем? Угу. Узеваю. У меня Катя зовут. У меня Роза Салиховна. Очень приятно. У меня тоже. Угу. 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 Ну, что, волосы у вас хорошие? Угу. Только кончики секутся. Мы можем сделать короткую стрижку. Или вам запрещено? Ну, к сожалению, смотреть за мной некому. Муж и отец давно умерли. Ну, так что я сама себе хозяйка. Можно хоть под палку. Ну, хорошо? Угу. Тогда пойдемте мыть голову. Хорошо. Угу. Сейчас. Вот. Ну, что? Мне нравится. Спасибо. Такая молоденькая. Школу недавно закончила. Ну, что вы, я уже колледж закончила. Правда, на повара стричь мне здесь девочке научили. Да. А у меня свой ресторан. Семейный бизнес. Оплата у нас на ресуршане. А я знаю. Это тебе за хорошую работу. Спасибо большое. Спасибо. У вас замечательная стажерка. Всегда вам рада. Всего хорошего. До свидания. Пять баллов. Ну, ты даешь. Микеру Салиховну на такие чаевые развела. Ну, раз мне сегодня так повезло, может, пиццу закажем? У меня с морепродуктами. С грибами. Слушайте, давайте маргарит, как обычно, а? Звоню. Так, звонил Аркадий Петрович. Сказал, что разрешение на строительство ЖК «Ньюполис» почти получено. Отличненько. Завтра в девять у вас встреча с немцами. Значит, потом прием в департаменте природопользования и обед с проектировщиками. А еще звонил адвокат, сказал, что ваша жена отказывается подписывать документы на развод. Ты мне все это перешли? Уже, Егор Николаевич. Звучит музыка. Такой денек сегодня отличный, да, Алина? Я чуть не прозевал. Пойду пообедаю. Так вы же просили суши в офис заказать. Ты без меня питайся, я потом пройду. Потом. Пойду пообедаю. Спасибо. Добрый день. Вам. А мне, пожалуйста, кофе черный и пирожок. Пирожок с чем? С мясом. Семьдесят девять рублей, пожалуйста. Пожалуйста. Простите, у нас терминал сегодня не работает. Простите, не понял. Карточки не принимаем, только наличные. Ну, вы даете, ребята. И что делать теперь? Девушка, а я, в общем-то, работаю здесь недалеко. Давайте я перекушу и занесу вам позже. Хотите, в залог что-нибудь оставлю? Телефон? Нет, мы так не делаем. Ну, что тогда, я отменяю заказ. Не нужно. Давайте я заплачу. Сколько там? Семьдесят девять. Угу. Да вы что, за меня ни одна женщина в жизни не платила. А вот и неправда. Одна платила. Ваша мама. Ну, тонкое замечание. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Девушка, вы позвоните? Конечно. Спасибо вам еще раз большое. Вы меня извините, мне очень неловко. Давайте мы с вами сейчас закончим и пойдем найдем ближайший банкомат, я его верну. Не нужно, ешьте. Там будет странное изведение, честно слово. Зато готовят хорошо и недорого. Послушайте, ну не нужно мне ничего отдавать. Сегодня такой чудесный день. Я получила зарплату. У меня первый выходной за долгое время. Что, я просто так могу угостить человека? Девушка, вы просто оставите мне неловкое положение. Ну, а давайте я вам эти деньги на телефон приведу. Вы что, правда такой занудый или просто хотите познакомиться? Да, я занудый и еще очень хочу познакомиться. Катя. Егор. Очень приятно. Взаимно. Катя, давайте вы мне оставите свой номер и в следующий ваш выходной я вам проведу экскурсию. Я здесь родился недалеко. К тому же архитектору могу вам много чего интересного про город рассказать. Обещать заманчиво. Пожалуй, я согласна. Правда? Правда. Так, тогда, тогда давайте мне свой номер. Угу. Вот, пишите. Пишу. Извините, я уже опаздываю. Я тогда пойду? Так, конечно, конечно, конечно. До свидания. До свидания. Я очень рад знакомству. И я. До встречи. Да. Нашкин, привет. Дашкин, привет. Там, там, та-дам, там, та-дам. Привет. А чего ты такая счастливая? Просто хороший день был. Да ладно, Калис, познакомилась с кем-то? Ну… Ну да, с одним парнем. Вернее, мужчиной. Познакомились в кафе. Он взял мой номер телефона. Симпатичный такой. Улыбка хорошая. В кафе, значит, да? Нищеброд. Ну, почему сразу нищеброд? Да потому что, если ты куда-то ходишь, то точно в какую-нибудь дешевую забегалку. Ну, не знаю. Он вроде прилично был одет. Ну, и что он тебе предложил этот любитель дешевого кофе? В Чебуречную сходить, да? Даша. Он мне предложил показать Москву. Он живет в самом центре и знает город. В центре это уже интересно. Ну, и как сходила? Куда? Куда? На экскурсию. Да нет, я опаздывала. Он обещал позвонить в выходные. Ну, может смело удалять его номер. Почему? Да потому что, если он из Москвы, да еще и при бабках, то он к выходным уже забудет, как тебя зовут. Ну, забудет, значит, забудет. Мне сейчас рано не до прогулок. Да и номера его нет. Ладно, я в душ. Сашка-то прикинь, со своим с этим, с сайта знакомств, на три дня в италью укатила. Везет. А мне все выходные пахать. Катя, а ты что завтра делаешь? Ты что, спросила? Вообще-то да. Ты всю неделю странная какая-то. Все хорошо у тебя? Я просто приболела немного. Алло. Да, Егор. Здравствуйте. Да, конечно, я вас помню. Сегодня в семь? Нет, сегодня я не могу, я... Катя, иди, иди, я тебя подменю. Егор, подождите, мне тут говорят девчонки, что они меня подменят. Да, так что я смогу. Вроде бы знаю где. Хорошо. До встречи. Ну? Что, звонила причина твоей простуды? Катюха, молодец, а, смотри, без году неделя в Москве, а уже жениха себе нашла. Ну, какой жених? Мы только один раз виделись. Просто хочет показать мне Москву. Ты поосторожней, вдруг маньяк какой-нибудь. Ну да, и смотри к нему сразу домой, не иди, а то кое-что другое тебе покажет. А знаешь чего? Давай, иди садись, мы из тебя красотку сделаем. Привет. Привет. Прости, я немного опоздала. Да нет, Катя, что-то ты вообще не опоздала. Такую красавицу я готов всю жизнь ждать. Это тебе. Спасибо. Ну, что? Какой у нас план? Ну, я предлагаю посидеть в каком-нибудь уютном местечке. Потом я покажу тебе город. Кстати, не чёрт, что я как-то сразу на ты. Ну, вы же старше у них. Спасибо. Я ехала в виду, что ты хорошо сохранился. Ещё лучше. Спасибо, Екатерина. Я теперь себя чувствую на все стопы. Ну, прошу. Пойдём. На ты. Ну, да. Ну, ты меня сбила. Хорошо. Вот. А вот там вот во время раскопок нашли монеты из цвете стран. Представляешь? Вот я лично нашёл самотанский интеркем. Ты участвовал в раскопках? Да, участвую. Меня девушка, археолог, позвала. Вот я пошёл участвовать. А вот твоя жена, получается, археолог? Нет, Катя. Немножко не так получается. Моя жена. Тогда я своё счастье упустил. Ну, я балбес был. Знаешь, за моделями гонялся. Длинноногими. Как интересно. Ну и что? Догнал свою модель? Догнал. К сожалению. А почему к сожалению? Что она как-то поправилась? Я знаю, да. Она постарела. Катя, моя жена пьёт. Пьёт давно. Не сильно. Нет, я возил её по всяким поликлиникам, врачам, за границу и так далее. Ну, всё это... Ну, лучше вообще об этом говорить. А вон на третьем этаже, видишь, крайние окна? Да, там жил Паврама Комана Грозного, да? Да нет, я не знаю, кто там жил. Там сейчас живу я. Поглашаю в гости согреться, на чашку чая. Вы развини, я не могу завтра вставать на рано ночи. Нет, я понимаю. Я, наверное, события форсирую. Ты извини. Ну, это не значит, что я не хочу ещё раз увидеться и погулять. Ну, всё, зовёт она. Ладно, я тогда пойду, а то метро закроется. Чё-чё-чё, какое метро? Что, сейчас это, поймай такси, поедешь в тепле. Катя. Спасибо. Пока. Пока. Катя. Вы скоро увидите, правда? Конечно. Что-то случилось? Спасибо вам. Здравствуйте. Вам какие выбрать? Помягче, подвержу. Давайте помогу набрать. Да уж сама как-нибудь справлюсь. У меня руки-то почти с чем у тебя. Ещё неизвестно, откуда ты такая понаехала. Женщина. А вы зря ругаетесь. Ей потом мятый товар продавать. А кто его купит? Я бы посмотрите, ещё одна нашлась. В моей стороне вы меня не научите, как меня себя вести. Понятно? А ты чего такая злая, а? А твоего мужа, наверное, голова от тебя болит. Хамка. Здравствуйте, Роза Соликановна. Вы как тут? Здравствуй, Катенька. Да, я тут покупаю продукты для своего ресторана. На этом рынке самые дешёвые овощи, фрукты. Но вот как ты тут? Ну, в салоне работы для меня больше не нашлось. Тать Лизу стесняться как-то не хотелось. Вот мы и съехали. Ну, а на что теперь живёте? Ну, я подрабатываю. То там-то здесь, а на рынке третий день уже. Какой хороший мастер. Жаль. А я думаю, ты продавец хороший. Ну что, мне два килограмма помидор. Да. И вот перцы в ботетку положи. Ну что, держи, как просила. Ой, какая у вас расторопная помощница. И вежливая. А какая красавица. Так, девятьсот пятьдесят. У меня только так. Я рассчитаю. Четыре. Пятьдесят еще. Ну что, спасибо, моя золотая. Спасибо вам. И до свидания. До свидания. Ну что, как торговля? Ну, все хорошо. Груши только закончились. Груши? А, груши сейчас подвезут. Закир Тимурович, я у вас хотела попросить деньги в долг за счет зарплаты. Сестра заболела, мы все потратили на лекарства и за комнаты платить нечем. Понимаю. Деньги нужны. У меня предложение. Давай сегодня вечером ко мне поужинаем. Что? И за ужином все решим. Я не могу, у меня дома ждет сестра. И вообще вы... Нет у меня денег. Так, кризис в стране. Ну и вообще, скажи спасибо, что работа есть. Конечно, за твой день палец о палец не ударила. Ну и как тебе живет в таком бардаке? Живот опять болит. Наверное, уже язва от этой картошки и макарон. Ты не могла бы иногда нормальную еду покупать? У нас нет денег на нормальную еду. Мы в том месяце еще за комнату не заплатили. Даже не знаю, как заплатим. Ну, надо же все равно позитивно мыслить. Всегда есть выход. Ты правда как думаешь? Угу. Тут даже занять не у кого. Слушай, а может мы у этого мужика попросим? У какого мужика? Ну, с которым ты и в кафе ходил. У Егора? Ну, ладно. Да нет, он мне тогда даже не позвонил после нашей последней встречи. Ну да. Понятно, почему не позвонил. Ты же не дотрогу из себя состроила. Ну, а ты теперь позвони и скажи, что у тебя трудности, и что ты капризничать больше не будешь. Дашка, давай не будем, а? Я уже удалила ее номер. Здравствуй, Катенька. Здравствуй, Роза Салиховна. Ну что, как вам наши помидоры? Да я не за помидорами пришла. Я тут подумала, подумала и решила тебе работу предложить. В моем ресторане. Вам нужен повар? Помощница мне нужна правая рука. Чтобы и готовила, и убирала. И на рынок ездила, и в зал выходила. Раньше моя заловка наэля весь груз на себе тащила. А теперь здоровье сдает. Я не скрою, работа тяжелая. Мы ложимся за полночь. Шесть часов уже на ногах. Но зато жить сможешь у нас и ты, и сестра, и питаться с нашего стола. Да. У нас все наши работники, как родная семья. Ну что, подумаешь? Ну что ты думать? Конечно, я согласна. Добро пожаловать, Катенька. Спасибо вам. Добро пожаловать, Катенька. Здравствуйте. Просьба её не обижать. Зинат! Он у нас выполняет самую тяжёлую работу. Можешь меня Женей называть. Русские все меня так называют. Рада знакомству, Женя. Сегодня у нас банкет. Отмечаем день рождения родственника. Так что пройдёшь боевое крещение. А Найля тебе всё покажет. Удачи. Вы не волнуйтесь, я в столовой больше года проработала. За раз двести человек кормила. В столовой? Это тебе не столовая. Тут люди отдыхать приходят. Они хотят вкусно поесть и красиво посидеть. В столовой. У нас одного горячего четыре страницы. Я научусь. Правда. За твоё здоровье, дорогой Фарик. Спасибо, Родочка. Один! Всем привет. Здравствуйте, дядя Фарик. Дядя Фарик, с днём рождения тебя, дорогой. Прости. Прости за опоздание. Два часа по пробкам толкался. Ты вовремя, Один. Давай, выпей вина за моё здоровье. Ну, как же. Твоё здоровье, дядя Фарик. Спасибо. Дядя Фарик. Давай, Фарик. Давай, Фарик. Дядя Фарик. Фарик. Дядя Фарик. Дядя Фарик. Там, таря, баба. Бога. Ты вовремя. Улид baik, когда десять к килограмм. Один. Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Так. Спасибо. Привет. Привет. Я Адиль. Катя. Я теперь здесь работаю. Адилька, а ну, бросай отсюда, не мешай работать. Да я помочь зашёл, кто-то на еду. Мне вообще-то уже скоро восемнадцать. Так что… Да? Вы совсем взрослая. Да. Ну да. Да. Я смотрю, тебе уже полегчало. Тогда заправь за собой постель, убери свои вещи в шкаф. Да я за яблочком спустилась. Что-то сразу голова закружилась. Я пойду. Что, трудный возраст, да? Мне нужно скатерть постелить на этот стол. Давай я помогу. Спасибо. Не надо. Как скажешь. Доброе утро. Твоя сестра школу закончила уже? Нет, ещё один год остался. Тогда почему дома торчит? Она приболела немного. А к врачу её сводить? Она была в поликлинике, но там от никаких бумажки потребовали. Регистрацию Роза обещала сделать, но сами понимаете, за один день это не делается. Она платная, у неё денег нет. Ну, чтобы к Адилю приставать ей с дороги хватает. Да, Адиле сам не проще с ней поговорить, как я заметил. И времени у неё на разговоры хватает. А что, в ресторане у матери он не работает, дело своего никакого не открыл. Болтай, болтай. Вот услышишь, Роза, что ты про ее сына говоришь? Да она и так всё про своего сына понимает. Да что он там понимает? Заладила ресторан, ресторан. Мальчик институт закончил, крутится, своё дело хочет открыть. А то, что мать ему свободы не даёт, у своей юбки держит, это не его вина. Просто он слишком хороший сын. А так уже давно жил бы отдельно и своими бизнесом ворочал. Ну да. Куда ты собираешься? Нет. Просто надоело ходить растропой. Передадили? В смысле? Ну, тебе надоело ходить растропа перед сыном хозяйки? Нужен мне этот понторез. Я, может быть, завтра в новую школу иду. Вот пусть там все умоются. А ты что, ревнуешь? Я просто боюсь, что мы с тобой опять окажемся на улице. Из-за твоих выходок, между прочим. Ну, конечно. Я же вижу, как ты на него смотришь. Ну, признавайся, понравился, да? Ташка, не говори глупости. Ты что, взяла мой блеск? Ну, ты же все равно им не пользуешься. А можно я завтра твою синюю надену? Ну, надо же типа дресс-код соблюдать. В школу можно. И, кстати, там возле школы есть какие-то курсы по подготовке к ЕГЭ. Зайди, узнай, сколько стоит. Ага. Давай смывайся от себе и спать. Живо. Роза на рынок поехала, все сама купит. А что ты такая веселая? Дашка сегодня в школу пошла, а потом еще на курсы. Надеюсь, взялась до ума. В школу? Вот куда я один в такую рань повез. Ага. Откуда это оно? Из курсов. Что это за курсы в одиннадцать часов вечера? Поговори с ней. Пускай за своим внешним видом последит. Я хочу, чтобы этот дом уважали. Хорошо. Ну, как школа? Курсы? Все отлично. Такие преподы классные. И на курсы я записалась. Так что рано домой не жди. А оплата? Какая оплата? Ну, за курсы. А, там какие-то копейки. Сказали, можно в следующем месяце заплатить. Что ты ровешься в моей сумке? Что это объяснишь? Студийная съемка в модельном агентстве. Ничего такого. Просто один меня познакомил с директоршей, и они там какие-то давние знакомые. Ну, когда ты успела познакомиться? Если ты весь день была в школе и на курсах. Я просто сегодня туда не ходила. А что ты так на меня смотришь? Мне вообще-то уже семнадцать. А по модельным меркам это пенсия. А я хочу успеть нормально пожить. Понятно? Нормально пожить. Даша! Иди сюда. Ты, наверное, забыла, что мы в этом доме никто. И не один решает, будешь тут жить или нет. Открой тебе секрет, ты Розе не нравишься. И она пока тебя терпит. Но и терпение может и кончится. Открой тебе секрет, она мне тоже не нравится. Даша! Ты живешь в ее доме, а не она в твоем. Либо ты живешь по ее правилам, либо ты находишь новое жилье. То есть ты не уедешь со мной, если она меня выгонит? А зачем? Мне все нравится. Ко мне хорошо относятся. Мне не нужно думать о том, что у меня есть завтра и где спать. Так что я останусь, а ты как хочешь. Нормально вообще. А Илья в город поехала, к знахарке какой-то. Все находит у себя, болезни какие-то. Так что сегодня тебе достанется, без помощницы-то. Катя, можно тебя на минуту? Я занята. Я очень прошу. Говори быстрее мне кучу дела. Даша сказала мне, что ты нашла ее фото из агентства. Я очень рассердилась, когда узнала, что это я ее туда устроил. Рассердилась? Взрослый мужик, вот это непонятно во что мою сестру. Запомни, если Дашку кто-нибудь обидит, я за нее горло перегрызу. Не знал, что ты обо мне такого мнения. Кать, у меня все в порядке с женским вниманием. Твоя соплящика сестра мне реально не нужна. У нее есть данные. Она попросила помочь, я познакомил ее с Аленой, хозяйкой модельного агентства. Она хорошая тетка, вела у нас спецкурс рекламы. Там у них ничего такого. Уроки по сценодвижению, актерскому мастерству, инглиш немного. Потом работают на выставках, участвуют в разных рекламных компаниях. Все официально. Там дочки известных людей занимаются, скандалы им не нужны. Могли бы с Дашкой с самого начала мне все это сказать. Это была моя ошибка. Я думал, она тебе все рассказала. Если хочешь, поехали вместе съездим, все посмотришь, и ты там решишь, что и как. Ей нужно школу закончить, получить аттестат. Без него и даже в колледж не возьмут, не говоря уже об институте. Зачем мне институт? Потому что к такому труду, как я, двенадцать часов плиты, она не способна. А та хотя бы закончит институт, получит нормальную работу, станет менеджером, как мама хотела. В Москве этих менеджеров дофига. И каждый второй на заправке или в фастфуде оседает. И вообще, что такое нормальная работа? Ты посмотри, сколько актрис и моделей вообще школу не заканчивали, а зарабатывают миллионы. Может, тебе нужно просто поверить в свою сестру? Пусть она сама хоть раз просто решит, что ей реально надо. Ну и что ты здесь сидишь? Ну что, не идёшь на кастинг или куда ты там собиралась? Даш, ты что правда решила, что я позволю тебя выгнать и сама останусь? Я всегда буду с тобой. Что бы ты ни утарел. Я просто не хочу, чтобы ты меня презирала. Малышка. Знаешь, я это подумала. Чёртся, ходи ты в это агентство, раз ты приспичила. Правда? Спасибо тебе. Спасибо тебе. Вадиль, ты не знаешь, где Дашка? Уже ночь на дворе, я никак не могу до неё дозвониться. Может, поздняя съёмка? Я ей запретила возвращаться после одиннадцати. Она всю неделю приезжала вовремя, а если задерживалась, то я всегда звонила. Что-то случилось. Спокойно. Сейчас я позвоню директору агентства, всё выясню. Алло. Добрый вечер, Алёна Сергеевна. Простите, что так поздно. Как там моя протеже Даша Татарникова? Ага. А потом? Ага. Понял. Да-да-да. Нет-нет, всё в порядке. Спасибо. Ну и что? Она ещё с тремя девчонками из агентства поехала на пати за город. Я знаю хозяина этого дома, так что через пару часов привезу её домой. Я с тобой. А, Дим, дорогой. Здорово. Рад тебя видеть. Закрытая вечеринка? А, так себе, расслабляемся здесь с друзьями, подружками. А ты чё, по делу или как? Да я услышал про тус. Вот решил заехать. С тобой поговорить по поводу клуба. Ну, ты говорил, что куда-нибудь хочешь инвестировать? Ну да, поговорим, поговорим. Заодно расскажешь, где подцепил такую куколку. Прости, это моя девушка. Да ладно, ладно. Пойдём, уйдём. Бабушка, смейся на деревню спасёнца. Ты чё, отца? Не употерялась что ли, а? Сторядь, оставь её. Ну ты чё, Ядоня, иди, Ядон! Всё! Сторядь! Так, Дашенька, давай, 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 дорогая. Спасибо тебе, если бы не ты. Тогда все в порядке с твоей сестрой, не переживай. Распинца к утру. Распинца к утру, дарю с башки никто не любит. Давай, давай, давай. Ну, как она? Лучше. Выпила, активированный уголь уснула. Ты прости меня, что я втянула тебя в это. Кать, ты чего? Это вообще-то я должен извиняться. Обещал, что твоя сестра будет в безопасности, а на деле. Надо было за ней присмотреть. Глупости ты на мне родственника, Дашка пасти не нанималась. Вообще-то я хотел бы быть вам ближе. Значит, я не ошиблась? Тебе нравится, Дашка? Дурочка. Мне ты нравишься. Уже поздно, я на свадьбе пойду. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро. Привет. Я вот решил помочь семейному бизнесу. Как сестра? В своем репертуаре. Баляется с телефоном. Как будто вчера ничего не произошло. Не знаю, что с ней делать? Да ничего не делать. Подожди, пока повзрослее. Думаешь? Да по-любому. Все будет хорошо. Может, сходим сегодня куда-нибудь? Куда, например? Куда хочешь. Ну, или куда я захочу. Поехали, развеешься. Хватит уже быть такой ответственной. Ну, не знаю. У меня столько работы, и нужно вот сейчас пироги и успеть слепить. Доброе утро. Доброе утро. Нелли, я сказала, что мой сын в кое-то веки помогает в ресторане на кухне. Катюш, это ты убедила его стать хорошим сыном и главой семейства? Конечно. Конечно. И за это ты должна дать ее выходной. Ну, я не против. Ну, если, конечно, на Катюше согласиться. Я не знаю. Ну, ты меня наповала сейчас. Я и не представлял, что ты наносишь такое. Ну, мы же гулять идем, а не картошку копать. Куда поедем? А это как скажешь. Можем на тусовку поехать, и я тебя с друзьями познакомлю. Можем в ресторане посидеть. Ну, это как ты сам решишь. А может, ты хочешь мой клуб посмотреть? Он, правда, еще не открылся, но это даже хорошо. Хорошо. Поехали, оценишь там все профессиональным взглядом. Ну, какой же я профессионал. Я в настоящих клубах-то ни разу не была. Значит, пора начинять. Спасибо. Я здесь половину своими руками делал. Вернее, переделывал за рабочими. Ничего себе, столько работы. Да, звук уже весь готов. Кое-что из алкоголя заказали. Ой, знала бы ты, что мне стоило лицензию получить. Сейчас смешаю тебе свои фильмы на коктейль. Значит так. 150 шампанского. 150 газ воды. И долька апельсина. Как красиво. Спасибо. Порцы. Самый хипстерский коктейль в Москве. Аппероль шприц. Очень вкусно. И крепко. Так, а теперь ты смешай мне мексиканца. Я? Да. Я ж не умею. Я повар, а не мармар. Ну, вообще, мой фирменный коктейль – это клюквенный морс. Значит так. Давай. 25 альбам мускай. Ага. Так. 25. Всего? Ага. 15 квантро. Да. Хватит? Да. Так. Ну, и лед по вкусу. Лед. Хорошо. Держи. Я тоже. Держи. Ну? Класс. Ты не ту профессию выбрала. Ну? Ты же прирожденный бармен, Катюша. Да, из-за тебя, Катюша. Тебе правда тут нравится? Да. Ты знаешь, много места, но при этом очень уютно. А вот мама говорит, что у меня ничего не получится. Я зря потратил деньги. Надиль, ты занимаешься любимым делом. Я уверена, что ты скоро докажешь, вроде салиха мне, что ты не ошибся. Жаль, кто тебя сюда раньше не привозил. Ты умеешь усилять уверенность. Так. Здесь, конечно, будет настоящий диджей. Угу. А пока я тебе поставлю свой любимый микс. Давай. Вот так. Катюша. Ребят, мы еще не открылись. Да ладно. Блин, тут рядом концерт отменили. Полтора часа нас промурыжили, в итоге облом. Ладно, пойдем поищем другой клуб. Подождите. Мы можем открыться прямо сейчас. Да ты что? Как я один справлюсь с такой толпой? Ты не один, я с тобой. Давай, ты за музыку, я за барную стойку. Хорошо? Хорошо. Ребят, проходите. Будете нашими первыми гостями. Добро пожаловать! Поехали домой. Поехали. Поехали. Так здорово. Даже не верится, что мы это сделали. Все благодаря тебе. Ты сегодня стала моим талисманом. Мы через три часа на работу. Нужно еще полы помыть, убрать здесь все. Это может подождать. Вот я больше не могу. Я буду самым нежным. Обещаю. Даша. Как она, доктор? Была угроза выкидыша. Отсюда кровотечение. Мы остановили процесс, но пока подержим в больнице. Прокапаем гормоны, витамины. Поддержим и маму, и плод. Значит, она беременна? Ваша сестра беременна уже тринадцать недель. Вы говорили, живете вместе. Как вы могли этого не знать? Я могу ее увидеть? Войдите, только недолго. Ташка. Тише. Тише, моя хорошая. Успокойся. Мы же с тобой сильные. Мы со всем справимся. У меня же ни с кем, Катя. Ни с кем. Но только вот один раз с дядей Леней. Он сказал, чтобы я ничего не боялась. Сволочь. Это я вовсе виновата. Оставила тебя одну с этим. Хватит. Кать, хватит. Быть всегда виноватой. У меня были шансы. Но я ими не воспользовалась. Сегодня приезжает агент из Лондона, а я... Тише. Ничего, Даша. Ничего. Мы тебя выучим. Слышишь? Ребенка воспитаем. Как-нибудь выкрутимся. Ну, как она? Нормально. Опять просит перекусить. Ну, значит, здоровая. Присядь на минутку, разговор к тебе есть. Роза Салиховна, если вы насчет Даши, то я прошу нам дать еще несколько месяцев. У меня пока нет денег, чтобы снять новое жилье. Да, сестра твоя сделала нам подарок. Ну, если ты считаешь, что я могу вас вышвырнуть на улицу с младенцем на руках, то ты слишком плохо обо мне думаешь, Катя. Спасибо. Ты присядь, присядь. Я не о Даши, я о тебе. Тебе действительно нравится мой сын? Или мне показалось? Да. Нравится. У вас что-то было. Роза Салиховна, я все понимаю и ни на что не рассчитываю. Ну, за те несколько недель, что ты у нас работаешь, я сумела узнать и полюбить тебя. И Адиль с твоим появлением тоже очень изменился. Он помогает с бизнесом, перестал пропадать по несколько дней. Надеюсь, благодаря тебе он займется семейным делом и не будет шляться по этим клубам-шумбам. Так что я не против, чтобы вы поженились. Я не думаю, что Адиль этого хочет. С Адильем я поговорю. Но в конце концов он тебя соблазнил. Так что должен отвечать за свои решения, как мужчина. Я прошу вас, не нужно ничего говорить Адилью. Ты же сказала, он тебе нравится. Да, нравится и даже очень. Но если он меня не любит и женится из-под палки, то мне такой брак не нужен. Как скажешь. Только я прошу прекратить тебя. Все отношения с Адилем, кроме рабочих. Разврат я в своем доме не потерплю. Конечно. А ну, теть Маш, привет. Это Катя Татарникова. Как наш домик стоит? Как мамина могила? Спасибо, что не забываешь нас. Мы как? Нормально справляемся. Теть Маш, ну ты же знаешь, нам нельзя домой. Что? Когда это случилось? Даш. А я домой звонила. Ну, теть Маше. Она сказала, что Кирилла и его дружков посадили. Так что ближайшие пару лет нам нечего бояться. Ну, наконец-то. А давай домой уедем. Я устроюсь работать в нашей столовой. У тебя в форме пособия на ребенка. Ну, что-то же нам полагается. Там наш дом, мамина могила. Чего? Никуда я не поеду. То есть ты там будешь в своей столовке работать, а я с коляской туда-сюда гонять, да? Мать-одиночка, без аттестата, без работы, зато с ребенком. Представляю, как на меня там будут все смотреть. Войдите. Привет. Привет. А знаешь, что моя сестра задумала? Хочет вернуться в родную Гухамаду. Может, ты и скажешь, что это глупо? Даша. Пожалуйста. Даша, можешь выйти? Мне с Катей надо поговорить. Катя, я хотел сказать, тебе не надо никуда уезжать. Выходи за меня замуж. А Диль, если это Роза Салиховна сказала… Мать тут ни при чем. Мне все равно, что она думает. Я не по ее указке пришел. Понимаешь, с тобой я почувствовал, что могу больше, чем считает моя мать. Я теперь точно знаю, что скоро поднимусь. А потом… А потом увезу тебя отсюда. Будем жить, как нормальные, свободные люди. Путешествовать, веселиться. У нас же вся жизнь впереди. Хочу, чтобы это стало моей. Навсегда. Вот эти серьги и ожерелья в роду Занчуриных передаются по женской линии. Теперь ты их носи. Спасибо. Очень красивый. Эти камни помогают зачать и выносить дитя. Надеюсь, ты подаришь Адилю много здоровых деток. Адилю много. Уважаемые гости и хозяин дома, поприветствуем нашу прекрасную небесну. А сейчас тост скажет троюродный брат жениха. Друзья, восточная мудрость гласит, без воды умрет трава, без мечты душа мертва. Без детей ты мертв при жизни, мудрость жизни такова. Любви вам, верности и много-много детишек. Обратите на него внимание. Очень хороший мальчик. По образованию рис, семья приличная, живут в достатке. Сейчас горячее будет подавать, так ты ему сама подай. Ну, конечно, никуда я не пойду, поздно светить. Вот грубая. Тебе через месяц восемнадцать можно замуж без разрешения. Для ребенка в браке родиться. Спасибо, замуж я не спешу. Ну и дурочка. Женщина с ребенком кому нужна? А уж если она его просто так нагуляла. Субтитры создавал DimaTorzok И что, тебе никого нет? Поздравляем! 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 Ну иди ко мне, парень! Крупный! Я даже не ожидала, что кто-то будет встречать. Иди сюда. Поздравляем, милая. Такой счастливый день сегодня. Спасибо. Это же мальчик. Кто такой же мальчик? Какой мальчик? Опять. Уйми ты его, если твоя сестра не в состоянии. Целый месяц этот двор за стенки. Я ее с ума сожду. Даш, неужели ты? Анечка, милая, милая. Дорогая Катя, прости меня за все. Я уехала в Лондон. Я обязательно добьюсь всего в жизни и вернусь за ванкой. Дорогая Катя. Милая, милая. 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 Привет. Привет. Это к чему? Я забыл про какую-то дату? Нет, просто решил устроить сюрприз. Ванечка заснул пораньше, я подумала, что мы давно не ужинали вдвоём. Давненько ты об этом не вспоминала. Последнее время тебя не застать дома? До свадьбы я был уверен, что жена будет помогать мне с клубом. Мне там сейчас нужен свой человек. И думал, что секс у нас будет, как у нормальной молодой пары, а не раз в месяц найдётся время на меня. Тише. Ванечка только стал спать по ночам. И вообще за ним нужен присмотр. Это не мой ребёнок. С какой стати меня должно это волновать? Не знаю, найди няньку какую-то. Есть круглосуточные ясли. Для таких маленьких нет. Я должна работать в ресторане. Ты моя жена. И должна тут только мне. Тише. 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 Ого, привет, хозяйка. Какая тебе хозяйка? Ну, жена хозяина, значит, хозяйка. Хозяйка у нас одна, и ты знаешь, кто. Не, я тебе просила картошку набрать из подвала. Хорошо. Катя, привет. Здравствуйте. Ой, посмотри, что за прелесть, а. Моя землячка Диляра передала. Ну, девочка умница. Совсем недавно свадьбу её тут отмечали, она уже второго ждёт. Ваньки маловато будет. Можно? Угу. А ты не сердись, что я скажу. Пора вам задуматься о наследнике. Подарить Адилю сына. Адиль сказал, что не хочет торопиться с ребёнком. Катя, Катя. Он не хочет, захочет. Я-то думала, ты его подтянешь к семье, к нашему делу. А он вообще дома перестал появляться, торчит в своём дурацком клубе. Почему сразу дурацком? Женем ни разу не были. А он уже носится с ним второй год. А деньги на обустройство почему-то у меня занимает. Катя. Ну, а как у вас с этим вопрос? Адилю сейчас не до этого, и мне тоже. Ну, сами видите, во сколько я встаю и во сколько ложусь. Милая, послушай, так не пойдёт. На мне тоже, когда Адилька родился, и дом висел, и хозяйство. Старуха-свекровь тоже на мне была. Это, между прочим, всё без водопровода, с печным отоплением. Но я мужа всегда королевой встречала. Нарядная, с улыбкой на лице. Дом, семья, работа – это для мужчины всё само собой ты делаешь. Он не должен понимать, чего это тебе стоит. Для него важное одно – чтобы жена его встречала радостно и была для него самой красивой. Мы с Адилем семья. Я уверена, что он понимает, как мне тяжело. Ну, да. Только ночью он в клубе проводит, а не с тобой. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Красиво. Ты выпил? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Был трудный день. Я выпил пару виски. И теперь хочу расслабиться со своей любимой женой. Ну, ты в таком состоянии сел за руль? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, иди к вам, не будь занудой. Ванечка. Подождёшь. Ничего с ним не случится. Давай быстренько рукойди, я вернусь, хорошо? Ну, я твой муж и ждать не собираюсь. Надиль, это же ребёнок. Это не мой ребёнок. Надиль. 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 Теперь иди, заткни его. Я хочу спать. Пойдем, маленький, хорошенький. Пойдем-ка, пойдем. Все, все хорошо. Пою, парюшки, пою, не ложись, а на краю… Кстати, все, я тебе сама закончу. Девушка почти закончила. Иди, пока отпускают. Тебя муж в клубе ждет. В клубе? Что случилось? Да мне откуда знать. Велел тебе срочно вызвать такси и ехать к нему. За ребенком я посмотрю. Срочно? Может, правда, что-то случилось. Э! Я сто водки просил. Нет, вы же говорили пятьдесят текилы. Ты поспорить со мной хочешь? Нет. Какая-то проблема? Да бармен, мой род. Я просил сто водки, мне пятьдесят текилы дают. Сделай. Катюша! Привет. Девушка, ты так случайно позвал? У меня что-то случилось? Я думаю, что по тебе соскучился. Это серьезная причина. Пойдем. Пойдем, Катюша. Еще. Я хотел извиниться за вчерашнее. Загладить свою вину. Ты бы хотя бы предупредил, что здесь такое. Я бы переоделась. Ты и так прекрасна. Только одного не хватает. Адиль, не нужно. Это очень дорого. Адиль, у тебя сейчас расходы с клуба. За мою красавицу, жену. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мало ли, что я себе представлял, столько бабла этот клубешник сожрал. Я ведь и на аренду, и на ремонт занял. У серьезных людей, под большие проценты, пора возвращать от клуба одни убытки. Если я буду пускать сюда только чистеньких хипстеров, я разорюсь еще быстрее. Да и я тут должен кое-кому из этих. Адиль, я могу чем-то помочь? Я верю в себя, Катюша. Я тоже в тебя верю. Мне будет три-четыре месяца, и бабки пойдут точно. Мне вот сейчас на время заткнуть пасти кредиторам. Выплатит ну хоть часть долга. Может быть машину продать купить? Чтит попроще? Да какую нафиг машину? Попроси у матери, а? Ну почему ты сам не попросишь? Я просил. Она отказала. Думает, если клуб закроется, я всю жизнь буду пахать в этом чертовом ресторане. Все намного серьезнее. Понимаешь, Катюша, намного серьезнее. Я уже не могу выйти из игры. Так вот зачем этот ужин. Я это думала. Я просто соскучился по своей жене. Останься. Пожалуйста. Ну ты как? Уверена, что не нужно вызывать врача? Да я и без врача все знаю. Вот. Это то, что я думаю? Да. Я беременна. Ты рад? Ты рад? Главное, мама будет рада. Ну конечно, рад. Иди ко мне. Как там Катюша? Что там с ней такое приключилось? Вроде бы не болело. Сбылась твоя мечта, мама. Катя беременна. Ну наконец-то, сынок. Адиль, поздравляю. Какое счастье в дом пришло. И я помню про договор. Деньги нужны сегодня. Ты их получишь. А вот и будущая мама моего внука. Наконец у нашей фамилии. Наконец у нашей фамилии будет наследник. И вообще, почему мы должны платить каким-нибудь бандитом? Я соскучилась. Не надо, не заводи меня. Тебе ведь нельзя сейчас. Ну почему? Доктор сказал, что не возбраняется. Женщина вообще не должна первая предлагать. Я когда захочу, дам сам тебе знать. Анель, что происходит? Я твоя жена и хочу знать правду. Вляпался я, Катька. Серьезно вляпался. Ну ничего. Твоя мать в тебе должит денег. Я случайно услышала. Как она тебе это сказала. Да что мне эти деньги? На пару недель заткнуть пасти кредиторам? Маленькая моя, давай уедем отсюда. Прям завтра соберемся и уедем. Денег, что мать даст, на первое время хватит, если не шоковать. А там я продам машину, устроюсь на работу. Доберемся до какого-нибудь южного города и заляжем на дно. Если так все серьезно, может быть, Розе все скажем или в полицию обратимся? Да какая полиция, дура. Нила, Катюш, мы же одна команда, а? Зачем тебе этот ресторан? Все время жить по указке матери? Я никуда не поеду. У меня Ванька. И скоро будет малыш. Ваньку твоего можно тут оставить, с мамой. Ты не волнуйся, она его не бросит. У Занчуриных в семье никогда детей чужим не отдавали. Она этим гордится. А с беременностью можно ведь решить вопрос. Срок ведь еще маленький, ты сама сказала. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Я Гуля, ваша няня новая. Он проснулся рано, я взяла его на прогулку, а потом покормила. Роза Салиховна все время берет овощи у моего папы. Вот и договорились, что я буду у вас работать. А мне нужна няня, я сама прекрасно справляюсь. Да что вы, у вас же скоро свой ребеночек будет. Замучайтесь без помощницы. Вы не смотрите, что я такая молоденькая. У меня у самой пять сестренок и братишек, я их всех сама выничала. Так что с детками я умею обращаться. А Ванечка, такой спокойный и хороший малыш, на вас похож. Ты, кажется, первая, кто кроме меня его хвалит. Да ладно, не может быть. Мне кажется, вы обманываете. Давай на ты. Давай. Катюша, бегаешь босая, пол холодной. Бегом наверх за туфлями, спускайся завтракать. Хорошо, сейчас переоденусь. Все в сборе? Доброе утро. Все это покушай, дорогой. Ты совсем похудел, побледнел с этим бизнесом. Не волнуйся, тетя Лея, я в клубе поеду. Тихо, тихо, тихо. А кто это у нас тут такой глазастенький? Тихо, тихо, тихо. Какой я тебя хочу. Я, пожалуй, останусь на завтрак. Тихо, тихо, тихо. Ты чего такая мрачная? Ничего, просто я сегодня приемлю врача, немного волнуюсь. Все будет в порядке. Ты у меня крепкая. Дай подержу. Помоги матери. Я прошу, если родится мальчик, чтобы назвали Рашидом, как моего дедушку. Но невестка хочет по-русски. Это им с мужем решать. Да. А я тебе перезвоню. Катюш, сначала мы с тобой поедем в цветочную фирму, заберем заказ для банкета, а потом в торговый центр лично. Я покупаю кроватку для будущего малыша. Кать, врач сказал что-то плохое. А почему, тихо? Ты дождался, пока, че. Почему? Ужас. Может, зря спи-зря 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 спи-зря. Хочешь, свожу келок? Да, я бы видел его по телевизору, я бы их здесь встречала. Посмотри. Передумай, расскажи. Хорошо. Что случилось? Почему слезы? Ребята. Все, успокойся. У нас еще будут дети. Мальчик и девочка. Катюш, знакомься. Это Камила Зариповна. Очень хороший врач-гинеколог и моя знакомая. Очень приятно. Я рассказала Камиле о твоей проблеме, и она согласилась посмотреть тебя. Покажи ей свои анализы. У тебя сохранились копии? Да, но мне врачи сказали, что нужно хотя бы два-три месяца, прежде чем начать обследование. А я считаю, что не нужно терять время. Надо попытаться найти причину. Роза Салиховна, давайте я сама решу, когда. У кого обследоваться? Кать, я понимаю, ты расстроена. Надо взять себя в руки, Катюш. Я же сказала, я не хочу. Ну, в принципе, врачи правильно сказали. Пусть восстановится цикл, гормональный фон. Но если вы надумаете, я готова всегда вас принять. Спасибо. Я пойду, много работаю. Спасибо, Камила, что приехали. Что ты себе позволяешь? В чем я опять провинилась? Она еще спрашивает. Я договорилась с серьезным человеком. Заставила ее приехать ни свет, ни заря. Ты кочевряжешься? Камила вежливый, интеллигентный человек. Она не покажет свои обиды. Но если она обиделась, то завтра все узнают, какая невестка у Занчуриных. Мне только лениво не сказал, что я должна была женить своего сына на ком-то из наших. Все меня пугали, что русские девушки перекати в поле. Они не знают, чего хотят. Но я-то думала, что ты совсем другая. Я-то думала, что ты преданна семье. А теперь ты показываешь свое истинное лицо. Я думала, мы с Адилием в семье. Мы сами должны решать, что делать и как жить. Да если бы Адиль сам все решал, то сын твоей сестры давно бы был в детдоме. А сама бы ты с утра до ночи бесплатно пахала бы в его клубе. Зачем вы так об Адиле? Он не такой. Адиль? Мой сын. И я его лучше знаю, чем ты. Сын это единственное, что могло бы образумить Адиля. Но ты меня подвела. Что? Ты так беспокоилась за благополучие своего племянника, что не хотела этого ребенка по-настоящему. Не береглась. И вот случилось то, что случилось. А теперь ты даже отказываешься лечиться. Я сегодня же попрошу Адиль забрать Ваню и съехать из этого дома. А теперь я понимаю, почему Адиль-то хочет отделиться от вас. Но только почему ты не можешь себе этого позволить? А это тетя, кажется, к тебе. Мама, ты что здесь делаешь? Да, вложился ты сюда как следует. Только посетителя я смотрю не густо. Ты бы в пятницу пришла. В пятницу вечером тут не протолкнуться. Ну, жалко, что пятница не каждый день, правда? Наша прежняя договоренность сорвалась. Я хочу предложить тебе новую сделку. Гуленька, доброе утро. Где там мой хороший? Привет. Их, ты меня совсем разбаловала. Я теперь раньше семьи не просыпаюсь. Уль, что случилось? Почему ты собираешь вещи? Тебя что, Роза уволила? Прости меня, Катя. Десерт у них там какой-то особенный. Его привезут через час после начала банкета. Узнай, как хранить. И позвони Зинату, скажи, чтобы купил большие тарелки. Простите за опоздание. Сколько можно спать? Там Гуля плачет, вещи собирает. Вы ее уволили? Гуля месяц поживет со своей семьей. Неприлично, чтобы невеста до свадьбы жила в доме жениха. Не поняла? Ну, раз ты не хочешь рожать, Адиль решил взять себе вторую жену. А мусульманин, тебе, как известно, у нас это разрешено. Это шутка? Я не умею шутить. Адиль никогда не пойдет на такое. А ты спроси его сама. Держи. Это за прошлый месяц. На следующей неделе будут еще. Спасибо, Адиль. Ах, ну, я больше не могу работать в клубе, извини. Я выплачу тебе зарплату. До конца месяца все получишь. Клянусь. Это дело не в этом. Точнее, не только в этом. Ну, просто, когда я к тебе устраивался, ты говорил, что это будет модный клуб для продвинутой молодежи. А у тебя тут тусуются какие-то быки, решают там свои дела. Или как это у них называется. Слушай, ну, дай мне расплатиться за ремонт. Я их всех разгоню. Будет тебе модное место. Но это моя цель. Нет, извини, но у меня нет времени ждать. А ты вот завязывал бы с этим. Не понял. Спокойно, спокойно. Ну, просто, правда, видно, что ты под кайфом. Лучше сейчас тормозни, а то потом будет тяжелее. Какого хрена ты тут делаешь? Не видишь, я занят? Я пришла поговорить о Гуле. Роза сказала, ты хочешь взять вторую жену. Адиль, скажи, пожалуйста, что это неправда, что она со зла это сказала. Девочка моя, я люблю тебя и только тебя. Но мать уперлась с этим наследником. И только если будет ребенок, готова дать мне деньги. Понимаешь, а без денег я труп. Понимаешь ты это или нет? Продай к чертям этот клуб. Продать клуб? Нет, тут ты дура или прикидываешься? Да они, они серьезные люди. Они ждать не будут. Понимаешь, я, ну не могу я сейчас пойти против матери. Придется тебе смириться. Это все ради нас, малыш. У меня скоро выгорит одно дельце, и мы повшлем их всех и уедем отсюда далеко-далеко. Только ты и я. Ты хочешь, чтобы я смирилась, чтобы у моего мужа была вторая жена? Зачем ты повторяешь эти глупости? По документам ведь у меня одна жена. И все эти обряды ничего не значат. Все будет хорошо, малыш. Отоверься мне. Да. Послушай, я тебе сейчас все объясню. Мне опять отказали в кредите. Я тебе обещаю, деньги будут. Да, да, на этот раз уверен. Да. Ну, и куда ты собралась? Я ухожу от мужа и подаю на развод. Что? Ни о каком разводе не может быть и речи. В нашей семье не разбудится. Я не думаю, что отдельно это согласится. Ну, для начала я просто уеду отсюда. Куда ты поедешь? Тебе некуда идти. Это уже не ваша забота. Я прошу тебя. Останься. Ну, хотя бы до свадьбы. Не позорь меня перед родней. Вы хотите унизить меня до конца? Я немало для тебя сделала. Прошу тебя только об этом. А потом можешь жить где, куда хочешь. Хорошо. Я выполню вашу просьбу. Спасибо. Здравствуй, Катюша. Ты так похудела, я тебя не узнала. Здравствуйте, Роза Салиховна. А Ванна где? С соседкой. Я снимаю квартиру с такой же мамой. Ну, пока одна смена отрабатывает, другая с этой не сидит. Ванечка, наверное, уже вылез. Ну, да. Вот столько времени прошло. Я боялась, что ты уехала к себе домой. Я собиралась, но там не найти работу с маленьким ребенком. Мы пришли, что-то случилось? Я пришла попросить у тебя прощения. С тех пор, как ты уехала, у нас все в доме пошло под откос. Адиль стал приходить домой пьяный или даже под какими-то препаратами. Пропадал по несколько дней. Он вытащил из меня все мои сбережения. Все. Я совершила огромную ошибку, Катя. Я обидела тебя, заставила уйти. Я думала, ты мне поможешь заставить сына взяться за ум. О твоем счастье совсем не думала. Ну, а теперь все изменилось. Я выгнала Адиля. Выгнали? За что? Ну, почти сразу стал вести себя с гуленем недостойным мужчиной. Я видела у нее синяки, а однажды он при мне набросился на нее. У бедной девочки, чуть не случился выкидыш. У нее сложная беременность. Она ждет двойню. Он уже несколько месяцев нам не звонит. и я ему не звонила. Я совершила ошибку. Я заставила сына жениться на нелюбимой. А тебя вынудила уйти из дома твоего мужа. Всех сломала. Катя, я прошу тебя, вернись. Без тебя весь дом разваливается. Я не знаю, смогу ли я вернуться. Цены растут, как бешеные. А у нас в этой неделе народу совсем не было. А скоро еще налог платить. Ой-ой-ой. Кого Шейтан Иванович Гляде принес? Угу. Кого Шейтан Иванович Гляде принес? Кто там приходил? Дочь. Господи. Ну, простите, что мы на ночь Гляде. Катюша. Бои. Да-да-да, и скорей. Кать, я как раз мясо из духовки хотела доставать. Проходи. Куря, не нужно. Я сама все достану. Ты иди, отдыхай. Да ты что? Ты же старшая жена. Проходи. Я все подам. Как ты сказала? Старшая жена. Я все подам. Хорошо. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, мама. Здравствуй. Значит, Катя вернулась? Да. Но если мы ее снова обидим, она уйдет. Я ее больше не обижу никогда. Если бы я тогда не пошел у тебя на поводу с этим вторым браком, то сейчас, возможно, все было бы иначе. По телефону ты сказал, что хочешь вернуться. Но если ты приняла блудную дочь, может, примешь и сына? Не сравнивай ее и себя. От Кати мы видели только хорошее. Это я ее обидела и вынудила уйти. Но ведь она простила тебя. Может, ты меня простишь? Я разрешу тебе вернуться, но только при одном условии. В каком? Я найду врачей, ты ляжешь в клинику. Тебе нужно лечиться отдельно. Хорошо. 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 Так долго твоей гордости хватило. А жрать захотела и вернулась. Старшая жена. Меня твоя мать попросила. Ты не совсем вернулся? Да. Это ведь мой дом. Ты не забыла? Приполз вот. Хотя поклялся больше эту змею не видеть. Но ничего. Я тут выгорит одно дельце и пошлю ее к чертям. Заберу тебя отсюда. Я вернулась помогать в ресторане, а не к тебе. Ой. Я тебя обидел, я знаю. А теперь все будет по-другому. Я, я уже почти нашел выход, малыш. Просто дай мне еще один шанс, а? Нет. Ну и пошла ты. У меня ведь еще одна жена есть. Ты забыла? Доброе утро. Что у тебя с лицом? А, ничего. Просто ударилась. Я что, один? Ты куда это так рано вскочила? А ну-ка, давай-ка, давай-ка вернись в постельку, вернись в постельку. Катерина тут совсем справится. Ты чего это? Вздумала мужа не слушать? Я тебя накажу. Пусти ее, пусти, я сказала. Ты что, не видишь, ей плохо? Пусти ли я все расскажу Розе. Ты что, Кать? Я же шучу. Ты что, шуток не понимаешь, что ли? Пойдем, любимая. Уля, мне нужна на кухне. А ты идти пока проведешь перед завтраком. Ну, ничего. Я тебе напомню, кто тут хозяин. Он тебя бил? Да, всю ночь. Еще другое. У меня опять появилась кровь. Все же поедем в больницу. И запомнись. Он тебя хоть пальцем тронет, кричит. Я и Роза на твоей стороне поняла? Кать, зачем ты меня защищаешь? Я ведь так виновата перед тобой. И ты из-за меня одеть стал таким злым, потому что ты ушла. Все, не говори ерунды. Иди собирайся, сейчас поедем в больницу. Иди! Иди! Один… 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 Да, сейчас попробую. Тут у меня народу полно, опасный товар храни, так что быстрее посылайте покупателю. Я понял. Пойдем. Удачи. Давай, счастливо. Удачи. Ты? Ты как тут? Что-то разнющий или же? А мужа или же? Что-то разнющий. Я тебя сейчас убью. Я тебя сейчас убью. Я тебя сейчас убью. Я тебя сейчас убью. Эти, я тебя сейчас убью. Катя… Катя… Гуля… Что случилось? Я убила нашего мужа. Что? Он мертв. Я убила его. Это его кровь. Яс, это моя… Моя… Счастье, что детки выжили. А уж вес наберут, мы позаботимся. Я придумал меню на неделю. Только любимая еда нашей Гули. Бедная девочка. Все в один день. И Адиль с разбитой головой. И снимать чуть детей не потеряла. А Адилька наша бедная. Почти два месяца, как в коме. Увидит ли он своих малышей… Телефон. Алло? Нет! Примите мои соболезни. Такой молодой просто в голове не укладывается. Спасибо. Простите, как вы зовут? Светлана. Мой муж, он земляк Розы. Вон он стоит вместе с нашим сыном. Да, муж и сын. Я помню, они были у нас на свадьбе. Вы, должно быть, очень любили мужа, если согласились на вторую жену. Любила. Мы с мужем люди светские, обросли при СССР. Тогда все иначе было. Но мне непонятно, как можно терпеть унижение, пусть даже ради любви. Меня никто не унижал. От Розы Салиховны я видела только помощь и поддержку. Запомни, главное, ты единственная законная жена ее сына. И у тебя гораздо больше прав, чем тебе кажется. Если что, обращайся. Максим, опытный юрист, он проконсультирует. Спасибо, но я думаю, что это не понадобится. Вы извините, но мне пора. Уленька, пойдем до мной. Это я убила его. Я убила нашего мужа. Это был несчастный случай. А ведь мы под наркотиками полиции это подтвердили. Он упал и ударился головой. Так все и было. Мне не нужно было сопротивляться. Я должна была покориться судьбе. Куря, ты боролась за свою жизнь, за жизнь своих детей. Ты имела на это право. Пойдем в дом, нас все ждут. Пойду картошки на завтра почищу. Я сейчас приду, помогу. Дела никто не отменял. Теперь все это на тебе ты стала главой семьи. Дом и ресторан принадлежит Розе. Значит, она и глава. Добрый вечер. Вы кого-то ищете? Хозяйку позови. Я хозяйка, я вас слышу. Вы, наверное, Катерина вдова одели. Мы с вашим супругом были деловыми партнерами. Я приехал забрать товар, который хранится в вашем доме. Проходите. А вы хорошо осведомлены. О деле говорил вам что-то? Я не знаю, что это мы знать не хочу. Забирайте, уезжайте. Тут не все. Не хватает одного пакета. Я же сказала, что ничего не знаю. Мой муж не посвящал мне все дела. Ты играешь со мной. Девочка, меня наивными глазками не обманешь. Я таких лжевых сучек насквозь вижу. Пожалуйста, я ничего не знаю. Этот пакет стоит пятьдесят тысяч баксов. Как раз как две твои почки. Принеси его. Иначе я у тебя их вырежу. Клянусь, я не знаю, где он. Ладно. Ладно. В любом случае, за товара отвечал твой муж. Соответственно, его долги – это твои долги. Значит, придется отдавать деньгами. У меня нет денег. Ресторан еле на половой держится. У нас трое маленьких детей. Трое детей? Ай да, Адиль. Ну, хоть в чем-то он был профи. Ладно. Так уж и быть. Пойду навстречу многодетной матери. Отдавать будешь частями. Через неделю позвоню, скажу, куда принести первую часть. Кать, что случилось? Ты заболела? Ты вся бледная. Давай, рассказывай. Тут кейс в подвале. За ним приезжали какие-то бандиты. Сказали, что одного пакета не хватает. И что нам… То есть мне теперь нужно отдавать за него деньгами. Главное, после смерти нас не оставляет. Это все из-за меня. Нужно все рассказать Розе. Все рассказать. И пусть даже она меня убьет своими руками. Не вздумай ничего рассказывать, поняла? Она и так после похорон еле живая ходит. Ты хочешь добить ее? Нет. Как-нибудь сами покрасимся. Здравствуйте. Здравствуйте. Занчурина Роза Салиховна тут проживает? Да, это моя вся кровь. Можете за нее расписаться? Давайте. Давай по спинке погладим. Фух. Только уложила. Наконец-то уснули. Ой, какой большой мяч. Ко мне дай мяч. Тут письмо на ваше имя из какого-то гаранжевья. Прочитай, пожалуйста. А давай по спинке гладим. Настоящим вас уведомляем, что компания, застройщик гарантжевья, является победителем тендера на строительство. Многоэтажного жилого квартала в вашем районе. Обязуем вас в течение месяца освободить помещение по адресу. Здесь наш адрес. Как освободить? Сумма компенсации составляет 2 миллиона 117 тысяч 300 рублей за дом и придомовые постройки. Я ничего не понимаю. Какая компенсация, за что? Они хотят снести наш дом и построить многоэтажку. Нет. Ну, ни за что. Здесь написано, что земля по дому принадлежит городу. Это так? Да не знаю я. Здесь раньше поселок был, в этом доме почта. В 90-е все развалилось, почту закрыли. Мой муж купил этот дом почти в разрушенном состоянии. Мы столько всего пережили, чтобы здесь привести все в порядок. Нет. Пока я жива, ныны я дом не отдам. Генеральный директор Берзарин. Сволочь, а? Он что, нас хочет выгнать отсюда, а? Ой. Ой. Оля, все хорошо. Съезжу я к этому Берзарину. Пускай знает эта шарашкина контора, с кем связывается. Вы приготовьте документы? Да. А я переоденусь. Документы. Документы. Это мне наказание. Все бандиты на нас. КОНЕЦ Здравствуйте. Здравствуйте. Я получила письмо от компании Гаранжелила. Хотела бы... Пропуск заказывали? Нет, но у меня... Вот телефон. Пожалуйста, звоните, договаривайтесь. Пусть за вами спускаются. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Екатерина Занчурина. Мы получили письмо от вашей компании по поводу сноса. Хотела бы обсудить это с вашим начальством. Подождите, но я... Заказ для Гаранжелия. Проходите. Ну что, вечером к тебе? А жена? А что жена? Жена не стена. Подвинется. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мадам. Где расписаться? Наша семья получила от вас письмо. Я бы хотела поговорить с господином Берзарином. А о чем тут говорить? Тут же все написано. Освобождайте помещение. Это вы, господин Берзарин? Девушка, Берзарина нет и будет не скоро. Ничего. Я подожду. Одну минуточку. Девушка, да вас кто сюда пустил? А ну-ка покиньте помещение немедленно. Я не уйду, пока не поговорю с Берзариным. А кто-то меня спрашивает. Здрасте. Да вот девушка по поводу сноса в зеленом квартале. У них там какой-то сарай. Сарай? У нас не сарай, а дом и ресторан. И если вы считаете, что вы сможете у нас так просто выселить, то вы ошибаетесь. Так, все. Я вызываю охрану. Так, стоп, стоп, стоп. Не надо. Охраны. Я пока ничего не понял. Давайте мы в кабинет пройдем. И там документы тоже посмотрю. Вот это курьер. Простите, как могла бы к вам обращаться? Катя. 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 Катя, чай, кофе. Документы на дом у вас с собой? Да, пожалуйста. Так. Ну, у вас очень интересные документы на право собственности. У вас здесь по документам одноэтажное строение. А у вас там сколько этажей? Три, да? Ну, свекровь построила все за свои деньги. На это есть разрешение. А почему вы ко мне пришли, а не она? А какая вам разница? Это наше общее дело. Она плохо себя чувствует. Катя, вот это мое последнее предложение. И то с учетом того, что семья теряет бизнес. Вы мне не поняли. Мы не собираемся отступать. Я почему-то думал, что вы умнее. До свидания, господин Казарин. Всего доброго. Ну, ты как? О чем разговаривал с этой сектанткой? Катя, Катя. Да, ты понимаешь, у меня такое ощущение, что я эту голубоглазую девушку уже где-то видел. Да? Да. Спасибо, что согласился помочь, Максим. Ну, а у тебя в долгу. Вы мне ничего не должны, тетя Роза. Тут так хорошо. Мне у вас даже лучше, чем дома. И мы редко собираемся с большим столом. А когда родителями квартиру купили, я вообще отрезанный ломоть. И баранина у вас, конечно, как у бабушки. Тетя Ныря, это вы приготовили? Нет, это Гуля постаралась. Гуля? Просто удивительно. А как вы все успеваете? Еще и с двумя малышами. Да, они спокойные. Максим. Да? Вам удалось посмотреть документы? Да, конечно. Можно, тетя Ныря? Дело непростое. Дом приобретен в девяностых, как нежилая постройка. Но вашему мужу удалось переоформить его в жилой фонд. Однако, по документам, земля под домом принадлежит городу. А значит, если администрация на стороне застройщика, шансов у нас мало. Единственное, что мы можем, это собрать подписи жителей района в поддержку ресторана и против строительства на его месте жилого комплекса. Завтра же начнут ходить район. Вряд ли они нас поддержат. Мы здесь в туалет живем, а все равно чужие. Большинство из них ни разу не было в нашем ресторане думать, что здесь грязно, дорого и невкусно. У меня есть идея. Стасик, иди покатайся на карусель. Алина, только украй. Хорошо. Мальчишка-то русский. Точно. Мальчишка, ну не плачь. Сейчас пойдешь. Стас, на карусельке покатайся с девчонками. Какой у вас сыночек симпатичный. Глазки у него такие голубенькие-голубенькие. Спасибо большое. Ванечка мне действительно как родной. Да это не мой сын. А чей? Старшей жены моего покойного мужа. А вы, получается, младшая жена. Ну да. А зовут-то вас как? Гуля. Это что ж как? Гюльчитай. Как в кино, что ли? Почти. Гюзель. А. А близнецов как назвали? Это Айна. Это Алмаз. Ну как тебе живется-то второй женой? Первая нормальная? Не заедает? Нет. Катя у нас очень справедливая. Катя? Нет. Нет. Просто с тобой это все понятно. Тебя, наверное, даже не спросили. А вот как ваша Катя на это согласилась? Ну, она увидела, как я много помогаю. И согласилась. А. Ну это аргумент. Да. Девчонки, слушайте, может мне тоже можно говорить на вторую жену? Ну что, может быть, хоть им на фитнес запишите? Точно. У нашего ресторана скоро юбилей. Мы приглашаем вас. Это совершенно бесплатно. Приходите. Обязательно возьмите с собой деток. Вкусно и уютно. Спасибо. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ничего не выйдет. И уж тем более никто ничего не подпишет. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Меня зовут Катя. А это Роза. Хозяйка этого ресторана. Да, хозяйничаю. Тут все больше молодые, а мы так сказать... Поддерживаем традиции. Проходите, пожалуйста. Вы представьте, здесь его удобно. Дети пока могут поиграть в детском уголке. Вон там. Здесь можно раздеть. Вещи можете сюда. Проходите, пожалуйста. У вас тут мило. Ну, если бы я раньше знала, что у вас есть детская комната... О, сюда, милее. Да, да, да. Вот, может, тут... Пожалуйста. Спасибо большое. У вас все так вкусно. Это вы здесь готовите? Ну, конечно. Дадите потом рецептик этого салата. Это очень просто. Может, юбилей в следующем месяце. Мы с удовольствием отпразднуем у вас. Мы с удовольствием, но... Я не уверена, что мы будем работать в это время. В смысле? Вы закрываетесь? Нас закрывают. Дом идет под снос. На этом месте хотят построить какой-то ЖК. Чего? Да не скоро нас уже на головах будут строить свои высотки. Да. Жел, припарковаться негде. Ну, мы можем как-то помочь вам. Катя. Да. Вы можете подписать петицию против строительства. Ой, давайте я подпишу. Да. И вот и я подпишу. Я тоже подпишу. А давайте я подпишу с тобой. Спасибо. Жень! Неси нашего вина! Я подпишу с тобой. Спасибо. Жень! Неси нашего вина! Поверить не могу, что нам отказали. Максим, ну ведь можно подать апелляцию, хоть что-то сделать. Бесполезно, Катенька. У них здесь все схвачено, неужели ты не поняла? Мне очень жаль, тетя Роза. Мы боролись как могли. Напоминаю вам, в течение десяти дней вы должны освободить помещение. Во-первых, десяти рабочих дней. А во-вторых, мы еще поспорим о сумме компенсации. Пожалуйста. Если вам не жалко времени. А что же ваш босс? Даже не счел, нужно прийти в суд? А зачем? Он не имеет к этому ни малейшего интереса. И, кстати, девушка, если вдруг вам показалось, что он как-то особенно к вам расположен, это ошибка, это ваши фантазии. Вы поймите, у нас роли так распределены. Он хороший полицейский, я плохой. Интерес-то у нас один и тот же. И благотворительность в них не включена. Ну, пора домой. Ну, пора домой. Ну, пора домой. Что случилось? У вас инфаркт. Но доктор сказал, что все будет хорошо. Главное не удаваться. Катюша, я устала. Теперь я обуза. Не говорите так. Никакая вы не обуза. Без вас не было бы нашей семьи. А за дом мы еще поборемся. Я хочу, чтобы ты выполнила мою просьбу. Вернее, мою волю. Возьмите деньги у этих людей и разделите с Голей. Возьми и будь свободна. Катя, ты умная, ты красивая, ты еще молодая. Ваня совсем подрос. Катя, тебе нужно строить свою жизнь. Выйти замуж. Вы меня гоните. Возьми. 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 Я хочу избить гнездо, чтобы всем было хорошо. Чтобы дети, внуки жили со мной под одной крышей. Умер устроен совсем по-другому. Горчуше, я устала. Вот сидит стерпятник и не уходит. Я говорю, вот ты в больнице. Он никак на спокойствие не оставит. Эля, все нормально. Сварей, пожалуйста, такой, если можешь. Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте, Егор. Не ожидала вас здесь увидеть. Еще не все с нас трясли. Кать, ну я вообще не ссориться пришел. Чай и кофе? Ну, кофе, если можно. Наиля, сделай, пожалуйста, еще один кофе. Ну и что же вы хотите? Суд вы выиграли. У нас есть еще пару недель, что переехать. Или вы приехали нас поторопить? Нет, совсем не за этим. Совсем не за этим. Просто стало интересно, ну почему такая молодая, красивая, девушка так яростная, защищая чужое добро. А это и мое добро тоже. Я вдова сына владелицы и управляющий рестораном. Ну, насколько я понял, здесь где-то еще одна вдова гуляет, да? Знаете, когда я осталась одна на улице, без денег, с беременной сестрой-школьницей, мне помогли только зачурины и приняли ребенка моей сестры. Они моя семья, я за них в ответе. А остальное вас не касается. Простите, Кэть, я совсем не хотел вас обидеть. Я понимаю ваш выбор, уважаю, помочь семье. Я хочу вам посодействовать. Не поняла. Я помогу купить вам квартиру. Большую квартиру в лучшем районе. Уже дом сдан в эксплуатацию, настройка. И предлагаю вам работать у меня в офисе. Извините. Да. Но я же говорила, что у нас нет денег. Ресторан закрывается практически на улице. Хорошо, я постараюсь найти. Какие проблемы, Катя, я могу помочь? Это не ваше дело. Значит так, работать я у вас не буду. Об остальном мы подумаем. Подумайте, Катя. Когда вы примите решение, позвоните мне. До свидания. До свидания. Вот поешь. Не хотела прием продавать. Еще не хватало кормить этого людоеда. Он не людоед, он бизнесмен. Это одно и то же. Предложила помочь купить квартиру в жилом квартале, который они построили ближе к Москве. Так это хорошо. То есть лучше, чем их жалкая компенсация. Ну, я не представляю, как мы разместимся в этой квартире. Даже если она большая. Вы с Гуля и детьми поместитесь, а мы и зенатом поищем какой-нибудь угол. Илья, ну что вы такое говорите? Мы семья, и мы должны держаться вместе. Мы, наверное, ничего не ели с утра. Давайте за ним поухаживаю. Давайте. Угу. 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 Итого сто двадцать тысяч семьсот девяносто рублей. Так мало? Камни мы считаем по весу, как металл. Если хотите, я могу все это выставить на продажу. Тогда деньги получите после сделки. Ну, за вычетом наших процентов, разумеется. Нет, деньги нужны срочно. Посчитайте еще, пожалуйста, вот это. Не вопрос. Значит так, есть одна девушка, мне кажется, что у нее серьезные проблемы. Нужно последить, выяснить, что за проблемой и доложить мне. Сделаем. Девушку зовут Катерина. Катя Занчурина. Катя Занчурина. Я прошу отсрочку хотя бы на неделю. Я прошу отсрочку хотя бы на неделю. Свекровь лежит в больнице в тяжелом состоянии. Пожалуйста, я прошу вас. Это хорошая актриса. Ты знаешь, я даже почти поверил, что ты не была в доле со своим покойным муженьком. Муженьком. Да. Где товар, шлюха? Куда он его спрятал? Я не знаю, правда. Отпустите меня, пожалуйста, я не знаю. А если мы с тобой сейчас развлечемся-то все, все по очереди? А? Может быть тогда вспомнишь? Девушку отпустите. А ты кто такой? Спокойно, ладно. Тихо, спокойно. Девушку отпустите. Деньги я тебе принес. А говорила бедная вдова, защитить некому. Ну что ж, давай посмотрим, что ты там принес. Смотри. Так, так, так. Девушку, опусти. Подожди. Деньги они же ведь любят счет, правильно? Денежки нужно пересчитать. Проверят. Ну что, пересчитал? Тихо, 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 тихо. Все, тихо, тихо. Мы уходим. Ну, стоять! Стоять, я сказал! Стоять! Стоять! Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Спасибо. В больнице сказали, что вы ушли под расписку. Ну, а что мне там делать-то? Ну, что, таблетки я могу и дома, перевязки. А я вам пирог принесла. Хотела сказать спасибо. Если бы не вы, то... Катя, спасибо за пирог. Давай чай пить, а? С пирогом. Вы знаете, я лучше пойду где-то вам мешать. Катя, вы пришли меня навещать, да? Ну, то, пожалуйста, навещайте. Проходите. Спасибо. Я была в полиции. Рассказала следователю все, как было. Ну? Можно было сразу пойти, а я побоялась. Надеюсь, у вас не будут из-за меня проблем. Катерина, у нас из-за вас точно не было проблем. А этих ребят уже давно надо было посадить. Так что вы сделали органом, еще и услугу. Могли взять по личному. А? А у меня, у моих парней, только у нас есть разрешение на ношение. И болеть не мышь первые начали. Так что этому обойдется. Ну, да. А? Катя. А я ведь тебя даже не сразу узнал тогда в офисе. Нет, правда, твоя кипка, твоя куртка. Лицо ужасно грустное. Кольцо на пальце. Я за время вспоминал веселую девчонку. В общем, если коротко, то документ на развод я все-таки подал. Жена вскрыла себе вены, так что далеко я не ушел. Нет, это не из-за нее. Это просто сын бы мне этого никогда не простил. Так что еще два года было разговоров, клиник, слезы. А потом ее нашли мертвую в каком-то притоне на окраине города. Мне очень жаль. Мне тоже жаль, Катя. Тоже жаль. Сын вот год назад в границу уехал учиться, так что я совсем один остался. Катя, я очень хотел тебя найти, правда. Я просто подумал, что ты наверняка, конечно, замужем, наверняка счастлива с мужем, наверняка у тебя все хорошо. Обо мне ты думать не забыл. Ты добрый. Доброй жизнь любит. У меня для тебя осознание же есть. Вот, Катя. Что это? А, это документы. Это документы на вашу семью, на собственность. Тут, в общем, и на землю, и на ресторан, и на дом. Строить не будем. Невыгодный кризис. Егор, ну, зачем вы и так столько для меня сделали? Катя, я не могу хотя бы раз в жизни сделать то, что я хочу. Я не могу так. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok С днём рождения тебя, с днём рождения тебя, с днём рождения, милый Ваня, с днём рождения тебя. О-о-о, мама. А теперь подарки. Идите тоже, посмотрите. Ух ты, конструктор, как я хотел! Это от Максима. Максим, ну зачем такие дорогие подарки? Ну перестаньте, просто хотелось Ваньку порадовать. Он же мне как родной уже. Да и вы все тоже. А мы тебя тоже полюбили, Максим. Тётя Роза, вы Гуле заменили мать. И поэтому я прошу у вас её руки. Если, конечно, сама Гуле не против. А я буду только рада. Я? Я пойду ещё чай поставлю. Кать, ты не поможешь мне? Ну что вы делали? Конечно, соглашаться. Ну как я могу согласиться? Ведь тогда мне придётся рассказать всю правду про Адиля. Максима этого никогда не простит. Муля, послушай, у каждой женщины есть свои секреты от мужа. И не обо всех он должен знать. Я понимаю, что тебе сейчас тяжело, у тебя грустное сердце. И это только твоё решение, ничего больше. Ты хочешь быть с ним? Ты готова дать своим детям чудесного отца? И стать для Максима хорошей женой? Конечно. Тогда не говори ему ничего. Никогда. Муля, послушай, никто из нас не святой. Стань для Максима той женой, о которой он мечтает. Вот, только что почталин принёс. Спасибо, Жень. Это от Дашки. Это от Дашки. Она скоро приедет. Пожар! 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 Где пожар? Где пожар? Где пожар? Пожар! Пожар! Гуля, открой! Пожар! Все я поехала. На заправку! На заправку! Пшеть! Пшух! Пшети! Пшух! Пшет-пшет-пшет! Привет. Привет. Монечка. Сыночек. Я рада, что с тобой всё хорошо. Я всё это время думала как-то, что… Если б я знала, что твоя мечта сбылась, мне бы легче жилось. До того, как моя мечта сбылась, мне столько всего пришлось пережить. Никому и не расскажешь. Да я и мужу не всё рассказала. Хотя он меня, как в том мультике про шарика, на помойке нашёл и отмыл. Подожди, я думала, ты уехала по приглашению кого-то из агентства. Нет. Конечно, разбежались они мне приглашать. Я, Катюш, своими силами. А деньги на билет, гостиницу? А я у старика попросила. Да, у Леонида. Сказала ему, что родила, пригрозила судом. И видела бы ты его рожу в этот момент. Кстати, недавно была на страничке у тёти Лизы, у неё новый хахаль. В сынке ей годится. Поэтому Леонид теперь вместо собаки на даче сторожит дом. Я знаю прежнюю Дашку. Так он, получается, знает, что у него родился сын. Да, конечно, знает. Но ты не переживай, он ему не нужен. А тебе? Ну, а как ты думаешь? Я мать? Или уже нет? Прости. Мне пришлось его усыновить. Хорошо, я уеду. Ты только привози его почаще, ладно? Здравствуйте, я могу видеть Катерину? Да, проходите. Спасибо. Здравствуй, Катя. Здравствуй. Ты позволишь? Да, конечно. Катя, я хотел сказать. Ты ушла тогда, и я вдруг понял, что совершаю страшную ошибку. Мне нельзя тебя отпускать. Я очень надеюсь, это исправить. Я очень надеюсь, это исправить. Вот сюда, вот это. Молодец. Молодец. В пятьдесят лет все скачано к девочке. А я себе пример беру. Ну, как хорошо, что вы приехали сегодня. Ай, Ваню с собой привезли. Я же знаю, каково это ресторан от кровати. Да, устаем, совсем не усыпаемся. Спасибо вам, что собрали нашу семью. Максим, сынок. Ну-ка, сфотографируй меня с моими детками. Наиля! Гуля! Ваня, скорей, сейчас. Сиди-сиди-сиди-сиди. Давай. Сюда. Спасибо. Спасибо за субтитров.